привет дорогие друзья владимир александрович записал очередной видеоблог и вот здесь знаете вот можно можно же совсем по-другому да вообще ничего ли лишнего так сухо сдержанно так знаете по-мужски вот это то самое определение которое которого всем нам не хватает по-мужски в то время когда там всякие говноблогеры которые палец а палец палец за палец своей жизни не ударили ничего не создали воняют президент работает хотя он только-только выздоровел привет усим громадянам нашей прекрасной коханой украины а знаете споймав себе на думке что для счастья а потрібно всего четыре слова вот смотрят для чего счастья иди уже наконец а не то два слова да пять слов получается вони можуть бути при цьому абсолютно різними слова могут быть абсолютно разными а я думал одинаковыми пень 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 коханый ты станешь татом я сначала даже не понял как бы я думал владимир александрович кому-то обращается знаете любимый ты станешь отцом но потом понял смысл в общем такое лирическое нормально ли лирика должна присутствовать тоже и и виявилось что у 2020 счастье может приносить и таке незвичное поединение четырех слев рнк сбудника не выявлено не очень удачный ракурс мне кажется вот ты дурак какой-то это придумал ракурс не сильно удачный как вроде бы метр двадцать и руки по сорок сантиметров не создаётся такое впечатление в общем не выявлено возбудителя да и есть же мы так волновались а простою мовою это означает что мой тест на ковид-19 негативный я всем дякую за поддержку спасибо класс на самом деле супер и я думаю что вот для всех этих униженных и оскорбленных которые потеряли на карантине на всем на всем вот съемка именно в таком вот в такой в таких интерьерах вот именно вот она для них близка мне кажется это какой-то что-то зелёный мрамор какой-то сзади там или что это за херня картина висит кого эта картина шелтеса кашая кого эрдели может быть золото золото ну и поки теле новини мовчать про хороше або впадуть рейтинги и продолжают продавать вам жахи тя зраду та ненависть я продолжу рассказывать про нашу работу та перемоги украины вот это правильно просто по деловому сухо без посредников пока подонские сми продают зраду я вам бесплатно подарю перемогу ну тут уже хочется что-то такое едкое сказать этим говно блогерам и нечего не к чему придолбаться он начинает перечислять перечислять реально хорошие вещи по их минулого тижня я дорочил уряду розробите заходы для экономичной поддержки людей та бизнесу в суботу та неделю коли у всех був карантин вихідного дня у нас був брейнсторм и что и что же этот шторм дал то есть это было совещание вы ничтожество пока что там развлекались на своем карантине люди работали и к чему-то приходили и к чему-то пришли к чему-то пришли и уже очень скоро на рассмотрение верховной рады будут вынесен ряд законопроектов никаких там или предложений в результате найближчим часом у фарламент будет подано законопроекти которые предпочитают наступное первое одноразово материально допомога тим чья сфера дияльности потрапляет под заборону через посиление карантин то есть уже очень скоро будет просто у нас вот в детстве меня постоянно учила бабушка там накажи гоп пока не перепрыгнул потому что еще там верховной раде еще проголосовать за это должны но в принципе инициатива то классная так и так вот все потерял человек там не может работать ни хера все сколько вы ему если вы фоб и обязаны закрыть например свою кавиарню как приклад або найманы працевники вас звільняют бо кавиарня где вы працювали на жаль закрывается вы сможете отримать допомогу в размере 8000 гривен 8000 гривен если вы владелец кафе или там ресторанчика ну с учетом того что в предыдущем в одном из предыдущих видео я сказал показал владимир александрович когда он говорил что 6000 гривен это не бедность то в принципе ничего с другой стороны знаете здесь уже можно выделываться там все в европе тоже не насыпают супер тысячи таким людям поэтому 8000 и хорошо как самое три простые кроки зайти в додаток дия вести короткие данные и номер банковской карты и все сразу опа 8000 гривен но пока что не торопитесь заходить потому что надо еще чтобы это было внесено на рассмотрение верховной рады и чтобы еще рада проголосовала пока что не заходите еще далее переверка данных и максимум через деколька днів 8000 гривен приходят вам на карту похоже уже немножко на телемарафон правда там чик набери и 8000 гривен придет тебе на карточку ну это смотрите уникальность президента нашего в том что он уникальный первый президент блогер ну да я разделил получилось 8000 гривен на рила окей хорошо ну уже как это поддержка все таки правда друге одноразово материальная допомога субъектам господарювания за для сбережения рабочих мест чтобы людей не увольнял тот кто людей отправил на за свой счет да ему тоже будут давать деньги мы очень скоро это все проверим Владимир Александрович мы сейчас смотрим мотаем на ус и очень скоро проверим если вы властник кавьярния например кавьярния и вы не закрылися а а через карантин скоротили час работы никого не звольнили проте деяких працовников отправили у вимушенную отпуск то что тогда тогда по 8000 гривен 8000 гривен всем тогда для выплат таким працовникам вы сможете отримать допомогу это будет сумма пропорции на часу так званого простою в размере до 8000 гривен на одного працовника мы посмотрим как это будет все высчитываться очень уже скоро все проверим но пока что вот я смотрю но с поганой овцы хоть шерсти клок и молодцы знаете что наконец-то подвязали немного с этими строительства все украсть успеете может быть чуть позже а сейчас помогите людям треть компенсация витрат за сплату единого социального внеску це майже півтора миллиарда гривень для майже 120 тысяч юридичных осіб тоже ничего не скажешь отлично отлично нововведение то есть они смогли каким-то образом вот в результате этого мозгового штурма переключить потоки финансовые и наконец-то эти потоки начнут идти уже на людей работать понимаете например невелика кав'ярня где працюет пять людей отримая компенсацию близко восьми десяти тысяч гривен а вот интересно если бы я не смотрел на экран или вот люди с проблемами зрения как они это слышат компенсацию близко восьми десяти тысяч гривен я бы подумал восьмидесяти 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 погашение податкового борта майже четырем миллионам громадян что мают податковый борг до трех тысяч шестидесяти гривень цей борг будет аннульовано ну я не буду об этом думать даже потому что у меня три тысячи шестьдесят одна гривна придется платить это материальная допомога фопам которые имеют детей до десяти лет это компенсация по частному безработицу здесь Владимир Александрович решил не произносить эти суммы потому что там 1800 гривен лучше не произносить дети до десяти лет а дети старше десяти это уже взрослые в Украине поэтому и щодня наша команда продолжает шукать новые формы для максимальной и всебечной поддержки людей вот так вот не свиней а людей я же говорю то есть они переключают какие-то видно какие-то потоки оттуда так не будут здесь на асфальт идти это Кирюша Тимошенко теперь не пойдет это туда не пойдет так 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 ну и все переключают на людей это реальная поддержка людей реально я вижу того Зеленского за которого мы все голосовали ежа было визначено поэтапный план постачания майбутньо вакцины в Украину первый этап один миллион двести тысяч доз а загалом Украина это уже окончательно 8 миллионов доз распилим на два потому что два раза надо вакцинироваться это получается четыре миллиона четыре миллиона это каких-то счастливцев будет ну какие счастливцы обычно на западе в первую очередь медики старики все таки у нас військовые також військовые звичайно пріоритет щеплення отримают наши медичные працьевники наши військовые наши вчители особи з группы ризику волонтеров надо еще привить обязательно волонтеров их собак тобто люди старше шестидесяти роков також мы увеличиваем кількість щоденних тестуваний зокрема безкоштовных тестов через мобильные бригады тут по поводу мобильных бригад и безкоштовных тестов тоже скоро вам кое-что вам расскажу но так в общем-то слушаешь и понимаешь что придолбаться так говно блогеру не к чему ну вообще не к чему расскажите пожалуйста в соцмережах про местах где вам завжди смачно и где можно замовывать доставку поддерживая их таким чином а какой президент блогер без хорошего флешмоба телепицца уже была и вот теперь еще флешмоб поэтому если тебе где-то понравилось ты где-то кушал присоединяйся к нашему флешмобу тот кто снимет лучшее видео о своем любимом в своей любимой забегаловке поужинает с президентом тримайте дистанцию від вирусів та від фейків усім бажаю 36,6 ну а с фейками это очень актуально вам скажу ну что как бы все расходимся потому что на самом деле Зеленский показывает показывает класс и уровень все дорогие а подождите забыл забыл что хотел сказать смотрите вот это кабинет министров распоряжение признати за доцельное залучение позики від Международного банку реконструкции та розвитку для реализации инвестиционного проекту друге додатковое финансирование спрямовано на подолание наследки пандемии для проекту модернизации систем социальной поддержки населення Украины в розмире 300 млн долларов США ага вызванцы за доцельное залучение позики ну в общем это все щедроты на одолженные деньги у Международного банка реконструкции развития на 300 млн долларов это не хватает ну не хватает это цифры мы считали это меньше чем те что будут тратить а остальные скорее всего возьмут у МВФ да но никак не остальные а возьмут чуть больше распилят ну а то что останется а то что останется при кармане скорее всего не хотелось портить такой хороший позитивный реально такой светлый блок ну блин испортил уже так что делать как все равно приятная и 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